Лето – это не только сезон прогулок, грибов и ягод, но сезон потеряшек. Ушел в лес и заблудился. Ситуация, о которой нам часто приходится слышать. Как не потеряться в лесу? А если потерялся, как выжить? Об этом мы поговорим с Диларой Юлдашевой, руководителем отделения «Лиза Алерт» в Ноябрьске. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как часто сейчас в теплое время года к вам обращаются? И кратно ли увеличивается количество заявок? Ну вообще сейчас начинается сезон. В Москве он начался еще раньше, потому что там теплее. У нас это май-июнь. Действительно сейчас больше заявок, чем обычно, потому что все выбираются за пределы города. На все ли такие заявки вы выезжаете или есть какие-то, на которые в принципе не реагируете? Мы реагируем всегда. Вопрос как? У нас есть две заявки, по которым недавно пришлось ставить отказ. В связи с тем, что мы не можем позволить себе туда добраться, у нас нет ни вертолета, ни катера. Это Шурышкарский район, например, отряда там нет. Оперативно среагировать мы не можем. Выехал рыбак, потерялся, вынуждены были отказать. К сожалению, до сих пор не найден. А скажите, пожалуйста, где чаще всего сейчас пропадают люди? Конкретно наш регион вы имеете в виду? В нашем регионе сейчас, если иметь в виду период летний, то, конечно, это лес. Чаще всего получается так, что охотники, рыбаки, грибники, ну пока грибы еще не пошли, но скоро они у нас будут. Те, кто собирают ягоды, просто на пикник выехали, потерялись. Чаще всего это лес. Какого возраста это люди? Совершенно разные. Ну, опять же, у нас достаточно молодой регион. Если иметь в виду всю Россию, то там бабушки, дедушки чаще всего теряются. У нас бабушек, дедушек, к счастью, наверное, для нас, как для поисковиков, меньше в процентном соотношении. Поэтому это люди среднего возраста, бывают дети, но детей еще меньше, и это очень хорошо. Вот в этом месяце уже были какие-то поиски? Прямо сейчас у нас стоп-поиск по информации, стоп-проверка информации по поиску. У меня, как у Инфорга, был поиск в Хамао. Это соседний с нами регион. Меня попросили помочь. Пока, слава богу, тихо. Я даже боюсь сглазить, не хочу об этом говорить. Надеюсь, что и дальше будет так же. Люди будут благоразумны. Опять же, не все заявки до нас доходят. У нас очень хорошо оперативно реагируют службы наши городские. Это и МАЛСПАС, это и полиция. И поэтому бывает часто, что заявка пришла, мы только подключились к работе, а человека уже нашли. И это тоже хорошо. Лучший поиск тот, который не случился. А какова психология потерявшегося человека? Вообще, психология потерявшегося человека, я не психолог, я не могу сказать, что подразумевается под этим вопросом. Мне не совсем ясно. Мне кажется, это все равно зависит от человека самого. То есть, если вы склонны к панике, вы будете паниковать в лесу. Если вы умеете собраться вовремя, какие-то экстренные резервы свои мобилизовать, то и в лесу вы точно так же себя поведете. А как скоро нужно паниковать родственникам? Сразу. Вот практически сразу, как потерялся, не вышел на связь какое-то время, прямо можно сразу паниковать. Знаете, у нас как медики не дадут соврать. Все же ждут, ждут такие, когда что-то болит. Может, к вечеру пройдет, может, рассосется. Не пройдет, не рассосется ровно та же ситуация. Не нужно ждать ночи. Есть такая тенденция, что к ночи все созревают, понимают, что человек не пришел, надо подавать заявку. Да не ждите вы этой ночи, идите сразу. Найдется, пока вы шли в полицию, например, или звонили нам, еще лучше. Не найдется, быстрее приступим, быстрее найдем. Первый шаг родственников какой должен быть? Куда звонить в первую очередь? Полиция. Мы в любом случае работаем только в взаимодействии с полицией. Если заявление не подано, мы рекомендуем обязательно позвонить. Сейчас заявление можно подать и по телефону. Вы звоните на 112, это уже будет являться заявлением с вашей стороны. К вам придут, вас опросят, потом письменное согласие получат. Но сам момент звонка зафиксированный, это уже заявление. Если это ребенок, если это природная среда и люди старше 65, мы не будем ждать заявлений в полицию. Мы будем работать оперативно на опережение. Но в любом случае будем рекомендовать туда дойти. Насколько длительными могут быть поиски потеряшек? На вашем опыте, если основываясь, ответите. У нас есть инфорк, которая в Муравленко. У нее один поиск длился два года. До найден жив. От момента поступления заявки до найден. Нашли человека. Нашли, найден жив. Это удивительное. Совершенно не в том регионе, где искали. Случай, конечно, уникальный. Поиски разные бывают. Они каждый раз настолько индивидуальны. Сейчас поиск, к которому я подключилась, он, по-моему, четверо суток, как я работала. До этого еще двое подключались. Двое суток были другие инфорки, потом подключилась я. Если говорить об уникальных, которые выживали в лесу, то все помнят, по-моему, нашумевшую историю про девочку в тундре, которая там была две недели. Есть история о том, как маленькая девочка, по-моему, пять дней тоже в лесу блуждала. Но, слава богу, хорошо выжила. Но не всегда все так благополучно заканчивается. Поэтому очень рекомендуем и в лес собираться соответствующе, и оповещать всех, конечно же, и реагировать оперативно тем же родственникам. Ну и вообще, прежде чем выйти в лес, самому задуматься, зачем, что при себе иметь и так далее. Какой-то стандартный набор можете порекомендовать? Что точно нужно взять с собой в лес и что сделать? Минимально обязательно полностью заряженный телефон. Даже если у вас нет связи, у вас работает 112. Эта кнопка обязательно работает. Если есть пауэрбанк, а мне кажется, сейчас мало тех людей, у кого этого нет, тоже полностью заряженный. Обязательно с собой чистую воду. Ни газировку, ни фанту, ни колу, только чистую питьевую воду. Еды. Ну, многие говорят, дети особенно, когда читаем лекции «Школа Лиза Лерт», говорим, там, возьмите с собой еду. Они начинают фантазировать. Можно использовать консервы, бутерброды. Это, естественно, на ваше усмотрение, но это достаточно тяжело будет в рюкзаке. Берите обязательно батончики. Они калорийные, дают много энергии, дают возможность переждать какой-то определенный период, подавить чувство голода. Можно с собой брать свистки, потому что если вы вдруг заблудились, долго кричите, голос сел, а кто-то вас будет звать, а вы даже откликнуться не сможете. Но в любом случае издавать шум можно по-разному. Можно баллоном по дереву стучать, вообще как-то отвечать обязательно. Естественно, от комаров, спреи и мази в наших лесах гнуса очень много. Непродуваемая, непромокаемая одежда, яркие элементы. Обувь должна быть хорошая, чтобы голеностоп не вывихнуть. Ну, фонари, батарейки, минимально вот так. Это минимум того, что должен быть с собой. Кстати, об одежде. Я знаю случаи, когда человек был полностью в камуфляжную одежду одет, и с квадрокоптера даже его не смогли заметить. Ну, и он, собственно, тоже не реагировал. Какую лучше? Лучше ярко. У нас даже есть картинки для обучения. Ну, показывали. Значит, вид сверху девочка в белой панамочке. Ее видно. Очень мало, но видно. Все-таки белый цвет. Ярко-оранжевый лежит, видно. Темно-синий даже видно. Камуфляж и черный не видно вообще. Если вы все-таки вышли в камуфляжи, и над вами квадрокоптер для вертолета из последних сил достаньте, я не знаю, белую футболку, помашите, чтобы было видно, обозначите себя. Потому что камуфляж не видно совсем от слова. Ну, совсем просто. Даже группа просмотров есть такое направление у нас в отряде. Они специально обучаются отыскивать людей на снимках от квадрокоптера, сделанных, вернее, квадрокоптером. Даже они могут не всегда вас заметить. Поэтому нужно одеваться ярко. В первую очередь со светоотражающими элементами. Ну, возьмите жилет с собой. Он не так дорого стоит на самом деле. Вы выходите в лес. Я понимаю, это практично. У нас как обычно, с точки зрения практичности надевают камуфляж. Ну что, грязь не видно, стирать легко там. Но жилет, он же тоже, он легкий. Почему бы и нет? Сверху просто накинуть. Конечно. Яркую шапочку надеть. Да даже в период охоты это ваша же безопасность. Если охотник сейчас сидит в лесу, выслеживает какой-нибудь зверя, а вы там на тропе идете, он вас увидит. И, как мы всем детям говорим, это не работает так, что вы такие яркие звери вас там увидели и быстренько к вам подбежали. Они в любом случае ориентируются на запах, а не на цвет. Поэтому, ну, кого нам бояться? Давайте будем видными, яркими. Если ситуация все-таки случилась, ты вышел в лес, потерялся, что делать? Стоять на месте. Прямо всем говорю, стоять на месте. Если вас ищут, а вас обязательно ищут, вас будут искать, а если вы ходите по лесу, вас будут искать кругами. Не смогут перекрыть все выходы, да, как бы не хотелось. Всегда не хватает ресурсов, в первую очередь, человеческого. Всем не хватает и спасателям, и поисковикам, и добровольцам. Всем не хватает. Поэтому, стойте на месте, вас найдут по возможности вот все это время находиться там. Ну и как-то сигнали, да? Ну, если вы слышите шум, конечно, отвечать на шум. Обязательно, да, кричать, откликаться. Я же говорю еще раз, можно палками стучать об дерево. Ну, деревьев у нас не так много. Но все же, свистеть. А если все-таки встретил дикое животное? Ну, есть разные дикие животные. Вот вообще, давайте так, за все время, которое существует отряд, за 10 лет, я имею в виду сейчас Россию, и за три года в Ноябрьске ни одного дикого животного мы еще не встретили. Вот, поэтому я думаю, что это... У нас, конечно, есть охотники, которые учат нас тому, как себя вести. Но пока ни разу не было. Шумите, они не любят шума, они не пойдут к вам просто так. Насколько я знаю, звери, как бы это, наверное, не звучало, даже во многом умнее людей поступают. То есть, ну, они не голодные, они к вам не пойдут просто так. Вот если откинуть тот момент, что люди ходят кругами, какие еще типичные ошибки совершают люди? Типичные ошибки? Ну, я уже говорила, одеваться неправильно. То есть, вот в камуфляж, как мы это называем, тихая охота по грибам, вы что, грибы пытаетесь там... От кого вы прячетесь? Не берут с собой воды, переоценивают свои силы, говорят, я этот лес знаю, как свои пять пальцев, зачем мне туда готовиться. Типичная ошибка не предупреждать, когда уходишь. То есть, ну, я сейчас быстро, часа на два, на три, потом домой зачем? А в итоге заблудился, и все, и не два, и не три, и тебя ищут, и броднявся на ушах, и ты, собственно, действительно переоценил свои силы. А если небольшое расстояние между людьми? Например, пошли вместе за грибами, разминулись. Это чаще всего бывает, потому что все ходят по своим тропкам. Потерялись, отбились от группы. Тогда какой-то, может быть, еще способ есть. Точно так же, сидите на месте. Просто сидите на месте. По-другому, ну, понятно, что если там вас четыре человека, вы разберлись, и все четверо сидите на своих местах. Еще лучше, мы вас всех четверых найдем, просто, ну, какое-то время понадобится. А если вы друг за другом так же будете гуськом ходить, какой друг друга вымотали, и мы вас не нашли, и там спасатели не понимают, что происходит. Ходят все, аукают. Наступила ночь, с собой нет ни еды, ни воды. Что делать? Ждать, опять же. Только ждать. Ночи еще быстрее будут. У нас, как таково, смотрите, на ночь у нас поисковые мероприятия не сворачиваются. Я говорю сейчас Ализалерт. Мы ищем в любом случае. Опять же, у нас ночи белые. У нас нет такого, что не видно. Сидите, ждите, найдут. Ничего страшного. Панику, главное, не включать. Все будет хорошо. Правильно ли я понимаю, что все вот вещи, которые вы сегодня перечислили, они способствуют тому, чтобы поиск закончился благополучно. То есть если правильная одежда, если ты не ходишь кругами, сидишь на месте, то все будет хорошо. Совершенно верно. Что-то еще есть? Да. Перед тем, как уйти в лес, пожалуйста, оставьте записку, да, там, если некому сообщить. Лучше позвонить, предупредить родственников, объяснить, куда пошел, зачем, когда предполагаешь вернуться. Не забыть взять с собой лекарства, если мы зависимы от лекарств. То есть там давление, астматики, диабетики, не дай бог. Потому что это чревато последствиями уже, которым мы не поможем в данном случае, если человек не позаботился о себе сам. Есть возможность зайти к соседям, предупредите соседей. Ну, это вот в первую очередь. Опять же, запаситесь водой, едой, спичками, ножом. Ну, если вы взрослый человек, я сейчас не говорю о детях. В любом случае, хотя сейчас у нас пожароопасный период, я бы воздержалась от разжигания костров в неположенном месте. Но, по крайней мере, вам лично, может быть, будет спокойнее, если вы вдруг потерялись, и у вас не будет вот этой паники, я не выживу. То есть обезопасите себя по максимуму. Вы пошли в лес, вы будьте готовы, что вы пошли в лес, а не просто на прогулку даже не в парк, не по улице в городе гуляете. Поэтому приготовьтесь максимально. Хорошо, не понадобится, замечательно. Понадобилось, ну, вы себя обезопасили. А в Ноябрьске можете рассказать историю, которая была, самые тяжелые поиски благополучные? Самые тяжелые, сложно сказать, в чем тяжесть. Тяжесть в том, что, например, был случай в прошлом году. У нас в городе в период сезон, значит, все разъехались по отпускам, остались только новички, были мало обучены, но все равно приехали добровольцами, искали, вместе совместно со спасателями искали, и человек как раз-таки ходил кругами, не было возможности. То есть они ходят, и, получается, ходят по его следам. Вот это было сложно, потому что уже пошли где-то вторые-третьи сутки, уже были большие опасения, что неизвестно где, неизвестно как, не найдется. Но, слава богу, найден, все хорошо, благополучно. Тяжело, когда вот не обучены, когда народу мало, человеческого ресурса не хватает. Вот это сложно. Самые легкие это вот мы, кстати, были у вас в студии с немалоспасовцем Антона Сташкина, давали интервью, ну, вернее так, беседовали. И в это время поступила заявка на горячую линию, мы даже не успели ее прозвонить, и девочка нашлась. Вот это был ребенок, то есть это самый лучший поиск, поиск, который не случился. Слава богу, нашли вовремя. Но мама молодец, она вместо того, чтобы ждать того же вечера, сразу позвонила и в полицию, и к нам. И это хорошо. Вот, кстати, о детях. Сейчас многие выезжают просто на отдых в другие города. Могут потеряться дети как в торговом центре, так просто в городе. Что делать в этих ситуациях? Ну, во-первых, если вы выезжаете в какое-то большое людное место, рекомендую родителям фотографировать ребенка до того, как вы туда попали. Так у вас будет самое свежее фото. Так вы точно будете помнить, во что одет ребенок. Потому что в момент, когда ребенок потерялся, по себе могу сказать, мысль отшибает напрочь, одна единственная найти. Можешь там не то назвать, не так сказать. Часто сталкиваемся с тем, что ориентировка одна, допустим. Ну, тут не только детей касается, а в целом. Описание в ориентировке одно, а по факту одет в другое. То есть, чтобы такого не было расхождения. Соответственно, у вас будет свежее фото. Договориться с ребенком о каком-то безопасном месте. То есть, мы вышли в торговый центр, вот возле этой стойки мы с тобой, если вдруг что-то случилось, встречаемся. Опять же, ребенка нужно предупредить, ну и родителей тоже. Потому что бывает часто, что мы лекцию школы Лизалера прочли, дети в курсе, а родителей нет. Поэтому дети будут стоять на месте, те, которые обучены. Те, которые не обучены, вы как родители тоже можете сказать, не нужно никуда бегать. Встань, стой, жди, я тебя найду. Научить, что обращаться можно к безопасным взрослым в данном случае. Безопасные взрослые – это те, которые с детьми. То есть, не бабушки, не дедушки, а только те, которые с детьми. Если это торговый центр, то это охрана, продавцы, консультанты. Только к ним можно. И то в зоне видимости. То есть, не бегаем нищим по этажам этих самых взрослых, а только тех, которые стоят рядом. Научить детей кричать, не бояться. У нас часто говорят, не шуми, ты в общественном месте, веди себя прилично. Они привыкают молчать. Нет, если он потерялся, нужно уметь кричать. Мама, папа, не бояться этого. И если вдруг кто-то подходит и пытается увести, тот, кого он не знает, нужно научить кричать, я тебя не знаю, ты чужой, отпусти меня. Спасить и помогить не работает. Не обращают внимания, как показывает практика. Потому что дети могут и родителям так кричать. Совершенно верно. Поэтому я тебя не знаю, ты чужой, отпусти меня. Этому всему нужно ребёнка научить. Ну и, конечно же, одевать детей ярко. Потому что ребёнка в толпе, который одет в яркую одежду, легче заметить, чем ребёнка в какой-то тёмно-синий, тёмно-зелёной одежде. Опять же, из моей личной практики. Мы поехали в Тюмень. Я, как руководитель отряда Лиза Алир, человек, который знает все эти азы от и до, выхожу гулять с детьми на Большой аллее в Тюмени. И мы разминулись, они ушли, я их не вижу. Первая мысль, сейчас все будут на ушах стоять, и Лиза, и там полиция. Потом думаю, ну надо же сначала поискать. Иду, кричу и замечаю, в тот момент, когда я их уже нахожу, слава богу, это всё было бы очень быстро, что у меня дети одеты. Один в тёмно-зелёный, а другой в тёмно-синий. И шапочек ярких, и никаких опознавательных элементов нет. И я делаю себе вывод, что говорить-говорить, а делать я-то не применяю в жизни. В итоге, конечно, мы потом переодеваемся, надеваем яркие шапочки. Теперь у меня у всех есть ярко-оранжевые шапки. Всем рекомендую. Можно рюкзаки, можно вот эти вот браслетики раздают. Прекрасное дело. И сразу видно, и люди замечают. Спасибо вам за такие ценные советы. Надеюсь, ваше лето будет спокойным. Спасибо. Я надеюсь, да. И вам желаю хорошего отдыха, чтобы никто не терялся.